Я расскажу о том, как можно работать с общим словником всех словарей санскрита английских, санскрита немецких и санскрита французских с украинского сайта. На украинском сайте есть отдельные словари. 33 словаря санскрита. Крупнейшая коллекция в мире. Но иногда интересно проверить, а есть ли это слово в одном словаре, нет ли его в другом или... А подтверждается ли это слово одним словарем или несколькими или... То есть, чтобы понять, опечатка ли, например, возможно перед нами, надо убедиться, что нет, это слово в пяти других словарях вероятность опечатки невелика. Хотя бывает и составители словарей копируют статью один к одному и опечатка может быть одна и та же опечатка хоть в пяти, хоть в шести словарях. Итак, файл, с которыми часто работаю, файл санскрит один. Это разработка, в которой объединены, объединены, значит, разные заголовки разных словарей. 430 тысяч слов, значит, сначала идет ключевое слово, как бы вокабула, значит, до двоеточия, а потом идет список всех словарей, где это слово именно в такой форме зафиксировано. Например, в индийских словарях часто вместо основы настоящего времени приводится форма именительного падежа единственного числа, поэтому будет стоять, например, висарга в конце словарной статьи. Это именно, значит, та разновидность файла, в которой нет унификации. Есть файл, где, собственно, все словарные статьи приведены к некому общему знаменателю. И оказывается, что слов уже не 430 тысяч, а на 100 тысяч слов меньше. Чтобы понять, что именно означает каждая аббревиатура, мы можем обратиться на главную страницу кельнского сайта и увидеть, например, что CCS – это капеллор сэнскрит Вортер Бух. Вортер Бух. А МВ-72 – это Моня Вильямс первое издание. Мы обычно придут ли работать со вторым, но есть интересные вещи и в первом. Вот, собственно, работаю я с ним в редакторе M-Editor. При таком большом объеме неудобно работать в Ворде, Ворд подвисает. Значит, чтобы находить какие-то интересующие у меня вещи, полезно бывает использовать рюбилярные выражения. Это значит, например, что я могу задать начало строки и, например, найти все слова, которые начинаются со словом DEVA. И, собственно, оказывается, что таких достаточно много. Много-много-много. Даже непонятно, когда это закончится. Можно, 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 наверное, жрать COUNT MATCHES. И мы узнаем, что таких слов – 1201 слова во всех санскритских словарях. Это «Если в конце». Если хотим найти… Значит, в начале. Если в конце, то FINAL. что ему не нравится, что ему не нравится, может быть, COUNT. Значит, если просто DEVA, то оно будет находиться и в середине слова. И в середине слова. Видите, да? То есть, в любом месте. И не только DEVA, а и слова заголовочными, большими буквами. Чтобы этого не было, надо MATCHES поставить, чтобы совпадал регистр. То есть, иногда нам, наоборот, хорошо, что совпадает, иногда нам это совсем ни к чему не нужно. Вот. Значит, чтобы найти… А, да, конечно, это же не конец строки. У нас конец строки. Он… В нем идут словари. То есть, аббревиатуры словарей. Поэтому, чтобы найти конец, нам нужно пойти вот на такую хитрость. У нас конец самого словарной статьи обозначается двоеточием. Двоеточием. И таких примеров у нас 559 слов. То есть, DEVA встречается в два раза чаще в начале сложного слова, чем в конце. Ну, и эти слова, конечно, разбросаны. У нас сортировка уже идет по началу словарной статьи. Значит, используется здесь кодировка SLP-1. 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 Это разновидность транслитерации бытующих в интернете, похожая на Харвард-Киото. Вот. Это все можно сконвертировать хоть в IAST, хоть в Devonagari. Это отдельный вопрос. Ну, в общем, чтобы найти подтверждение своим каким-то догадкам или ответы на вопросы, я частенько пользуюсь этим файлом. Потому что, если слово встречается, например, в таком количестве разноплановых словарей, то это о чем-нибудь договорит. Словари, они группируются в подгруппы. Например, если Мония Вильямс в первом и втором издании малый петербургский словарь, большой петербургский словарь, приложение к петербургскому словарю говорит о том, что это есть. Если индийский Шабда Калпадрума и Ватя Спатьям говорит, то это и западноевропейская точка зрения, и индийская точка зрения. То есть, как бы, со всех сторон. То есть, получается, не все словари равны между собой. Из самых авторитетных, получается, значит, апте, трехтомный словарь, Мония Вильямс и малый петербургский словарь. Вот эти три самые авторитетные. Самые авторитетные. То есть, здесь есть разные расхождения в правописании. Это все здесь не снималось. Это все здесь не снималось. Много слов, например, из пунтского словаря. Видите? Их нет ни в одном другом словаре. Это не значит, что это неправильные слова. Вот просто с такой подробностью, как в пунтском словаре, никогда еще не приводились слова на букву А. Слова на букву А. То есть, с помощью регулярных выражений можно находить разные интересные вещи. Пожалуй, вот все, что я хотел показать. Как можно работать с индексом всех слов из всех санскритских словарей. Спасибо. До свидания.